Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и о главных событиях этого дня. Качественная питьевая вода, безопасные дороги и комфортная городская среда. Реализацию приоритетных проектов обсудили на семинар-совещании в Махачкале. От града в Дагестане пострадало виноградарское хозяйство. Масштабы ущерба оценили представители Минсельхоза республики. 10 миллионов мусульман мира в палаточном городке. Среди них и дагестанские паломники, которые прибыли в долину Мина для совершения основных обрядов хаджа. Более 300 детей-сирот в Дагестане получат жилье в этом году. Об этом сообщает Министерство образования и науки региона. В муниципалитетах уже созданы комиссии, которые проводят обследование всех помещений на соответствие санитарным и техническим требованиям. На сегодня в Дагестане проживают около 5000 детей, оставшихся без попечения родителей. Миноборнауки проводят работу по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия. За последние два года жильем в Дагестане были обеспечены 635 детей. На новые школьные автобусы и машины скорой помощи выделено 10 млрд. рублей. Правительство России выделило средства из резервного фонда. Деньги будут разделены поровну на обе категории автомобилей по 5 млрд. рублей. Благодаря этим средствам регионы получат более 2000 школьных автобусов и 1000 медицинских машин. В справке к документу отмечается, что автомобили будут российского производства. Реализацию приоритетных проектов на 2019 год обсудили на семинар-совещании. Мероприятие проходило в открытом формате. Обсудить значимые для региона задачи вместе с представителями власти смогли общественники, блогеры, журналисты. Кроме этого, формат реализации нацпроектов предусматривает прямое участие граждан в решении вопросов. О том, какие работы будут проводиться и сколько средств на это выделят, расскажет Патьмат Ханапова. 2,5 млрд. рублей из республиканского бюджета и 1 млрд. из федерального. От таких финансовых средств никогда не выделялось в Дагестан. Уйдут они на решение действительно острых проблем. Более 1,5 млрд. на водоснабжение, около 800 млрд. на дороги и 1 млрд. на программу «Комфортная городская среда». Министры, депутаты, общественники, блогеры и сами граждане будут следить и принимать активное участие в реализации этих проектов. Есть вопросы, для решения которых нужно время. Новые люди, другие механизмы. И чтобы при этом не допустить ошибок, власть приглашает всех вас быть участниками этих процессов. Мы открыты. Наши действия прозрачны. Давайте сотрудничать на благо дагестанского народа. И, конечно же, если эти вложения не будут освоены, то это будет связано с некомпетентностью отдельных руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств. Здесь надо понимать, что каждый несет персональную ответственность и перед народом, и перед руководством республики. Более 40 объектов водоснабжения в этом году будет введено в эксплуатацию, что положительно скажется на около 100 населенных пунктах республики. Особое внимание уделят Касавюртовскому району, где практически все водопроводные сети изношены. Проблемы дефицита воды в муниципальном районе можно решить подключением к водоводу Кизельюр-Бабаюр. Это 8 населенных пунктов. Также подключением к водоводу Сулак-Насавюр. Это 5 населенных пунктов. Это, в общем говоря, где-то 70 тысяч жителей Сулак-Насавюрского района. Также бурение морскважин в населенных пунктах района, поверхностными источниками в муниципальном районе. 19 тысяч километров – это протяженность уличной дорожной сети в регионе. Из них 4 тысячи подлежат неотложенному ремонту. До конца этого года должны быть обустроены более 140 километров. По срокам дорожной карты не позднее октября планируется завершение работ на 148 объектах, в ноябре на 15 объектах, в декабре на 16 объектах. Указанные сроки являются предельными. Планы масштабные. Средства на их реализацию тоже немалые. Важнее другое, чтобы эти финансы были использованы по назначению. Во всяком случае, власть уверяет, все будет проходить под тщательным контролем как населения, так и руководства республики. Непосредственно на объектах говорят о том, что люди заинтересованы. Очень много вопросов возникает. Говорят о качестве работы, говорят о сроках. Поэтому население будет совместно с нами заинтересованно работать, информировать и влиять на все процессы, которые будут происходить по реализации этих проектов. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы же для себя делаем. Все вместе делаем для себя. Поэтому я не думаю, что кто-то, если такую задачу неконструктивную поставил, быстро, это будет сразу ясно нам. А когда ты действительно приезжаешь, разговариваешь с людьми, это вам нужно, а вот это вы ждали, а что вообще у вас ожидания от этой работы, там сразу все становится. Мы этого не опасаемся точно. Знаете, мы не только не опасаемся, мы абсолютно уверены, что это будет. Я уже сегодня напоминал про прошлый год. Восемь школ, три водовода, мы все вместе построим. Ведь ничего другого мы сейчас не предлагаем и не говорим о том, что необходимо. Надо сделать просто все вместе. Если мы в прошлом году восемь школ и три водовода смогли сделать, значит все три большие проекта, которые сейчас мы предлагаем на то, чтобы реализовать вместе сообществом, тоже решим. Все одно и то же. 12 августа, нерабочий день. Председатель правительства Артем Сдунов подписал постановление о мусульманском празднике Курбам-Байрам, в соответствии с которым следующий понедельник в республике объявлен праздничным днем. Дагестанские паломники готовятся ко дню Арафа. Сейчас они прибывают в долине Минаэта. Огромная территория, на которой развернуты сотни тысяч палаток. Именно оттуда миллионы мусульман начнут выполнять основные обряды хаджа. Как проходит подготовка, смотрите в следующем сюжете. Ассалу алейкум, дорогие друзья. Сегодня 7 августа. Мы находимся недалеко от города Мекка, в палаточном городке Мина. Буквально через два дня, в пятницу, 9 числа, этот город будут заселять миллионы паломников со всего мира. В том числе и паломники из России, в частности, из республики Дагестан. А сейчас здесь проходят подготовительные работы всеми хадж-фирмами. А мы с хадж-фирмой Марва Тур, с ее сотрудниками и волонтерами, смотрим, как распределяются палатки. Вот развешиваются такие таблички с номером рейса, номером группы, здесь номер руководителя и пол. Это палатка для женщин или для мужчин. Сотрудники и волонтеры хадж-фирмы Марва Тур стараются сделать пребывание в Мина максимально комфортным. В палаточном городке дагестанские паломники будут четко разграничены на мужские и женские группы, учитывая при этом доступность к местам для омовения. Важно отметить, что в этом году удается лучше выстроить логистику пребывания паломников в Мина. В этом году, как таковых сложностей с предыдущими годами у нас не было, потому что мы успевали приезжать сюда, то есть допуск получали максимум за сутки, в лучшем случае за два. В этом году мы получили за три сутки доступ на территорию. Успели, даже не имея разрешения, привезти большую команду 15 человек помощников. И в этом году у нас будет очень тщательная подготовка и расселение будет проходить оперативно и быстро. То есть паломники быстро займут свои места. Пребывание в долине Мина – это один из неотъемлемых обрядов хаджа. Каждый паломник проводит в этой местности три ночи, как это делал в свое время пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Сейчас, конечно, условия в долине гораздо лучше, чем во времена пророка. Теперь это самый настоящий палаточный город, где будут одновременно находиться около 10 миллионов мусульман с местами для ночлега, омовения и общепита. Так, ну что, здесь огромная палатка. Я бы даже сказал, палата на где-то около 400 мест. Но дело в том, что вся эта палатка будет распределяться по отсекам с помощью вот таких вот перегородок. И в одном отсеке будет пребывать от 12 до 14 человек. Здесь уже готовы вот такие вот матрасы на каждого человека. Есть вот такие вот пледы, если кто-то захочет укрыться. Хорошие мягкие подушки. Все готово. Здесь всегда будет холодная вода, если кто-то захочет попить. Работает система кондиционирования. Без этого здесь было бы очень жарко, потому что находиться здесь всем паломникам надо будет около трех дней. И это, согласитесь, немалый срок. Поэтому нужно очень тщательно ко всему подготовиться, чтобы условия для паломников были очень-очень приемлемы для проживания в этой местности. Поэтому подготовка очень ответственна. Мы не будем мешать продолжать подготовку сотрудникам хадж-фирмы «Марватур». Питание у нас в прошлом году были проблемы. Мы получили разрешение привозить сюда. Компания, с которой заключен был договор, они опаздывали. То есть завтрак успевал к обеду. И, естественно, за это время люди успевали перекусить, что-то купить. И эту еду не успевали доставлять по палаткам. В этом году решено прямо вот здесь на проходной у нас будет кухня. И еда будет готовиться прямо здесь на месте. Поэтому эту проблему тоже мы в этом году подготовили с ее решением тщательно. Пребывание в долине Мина очень непростая и ответственная часть хаджа. По этому поводу прошло собрание руководителей рейсов и групп хадж-фирмы «Марватур». Здесь были обсуждены план действий и решение возможных проблем. Одна из которых – это отдаленность некоторых дагестанских палаток. Этот вопрос тоже стараются решить. Несмотря на то, что, казалось бы, как проблема, то, что часть паломников будет находиться за пределами, у нас одним из выходов, который мы видим в этой ситуации – это то расположение наших гостиниц в Мекке. Территориально он расположен таким образом, что все те паломники, которым предоставлено Саудовской стороной нахождение палаток за пределами Мина, они могут достаточно легко, буквально минут 20, наверное, пешком, 20-30 минут пешком проделать расстояние около двух километров и от палаточного городка, точнее, от того места, где проходит обряд кидания камней, от джамаратов, возвращаться не в свои палатки, а приходить уже в гостиничные номера для того, чтобы провести там большую часть дня уже в гостинице. Изначально, когда мы изучали районы Мекки для снятия гостиниц, этот момент учитывался при снятии гостиниц в районе Махвас-Ульджин. Это один из выходов из этой ситуации. Но, несмотря на некоторые сложности, службы на всех уровнях находятся в повышенной готовности для того, чтобы паломники сумели выполнить все предписанные обряды хаджа. Только что я пришел, завершилось у нас заседание хаджмиссии, и я был туда приглашен руководством российской хаджмиссии, и сейчас определяли основные задачи. В целом, не хуже, чем в прошлые годы, даже лучше, наверное, организованно. Чувствуется, что опыт из года в год уже набирается, и набран уже большой опыт российской хаджмиссии. И туроператоры все доложили руководству хаджмиссии, что практически все паломники уже прибыли за исключением единиц, и в этом году тоже один из рекордных пределов 25 тысяч, чуть более 25 тысяч паломников уже прибыло, находится на территории Саудовской Аравии. Курбан Рагимов, Гусейн Гусейнов, телеканал ННТ, Мина, Саудовская Аравия. Ну а в Дербенте активным ходом продолжается благоустройство города. На этот раз в планах реконструкция улицы Мамедбекова, которая пролегает вдоль крепостной стены. Накануне Хизрия Бакара вместе с главным архитектором города встретился с местными жителями. Им рассказали о намечающихся изменениях. Так, вместо уличных фонарей будет установлена специальная подсветка древней стены, а взамен асфальта появится каменное покрытие. Бульвар должен стать местом отдыха для горожан и туристов. Мы еще хотим закрыть улицу. Улицу закрыть, чтобы у вас было движение людей, чтобы вечером туристы приходили, и вон там у нас получается, да, садик. И мы пробиваем стенку дачи, и люди дальше идут в парк незаметно. То есть эта улица будет приходить в парк. Садик оттуда убираем. Получается, эта улица идет полностью в парк незаметно. Основная цель заключается в том, чтобы сами жители улицы активно включились в процессы и смогли развивать малый бизнес с национальным колоритом. Мне хватает зон досуга, отдыха и, что называют, аттракторы, функции какие-то, где человек может подойти, может быть, что-то приобрести, сувенир. Нет, не кафе, кафе нет. Кафе нет. Речь идет о каких-то там элементарных вещах, дербенских сладостях, может быть. Глава города подчеркнул, что работы будут начаты только после того, как будет получено одобрение со стороны местных жителей. Масштабы ущерба, нанесенного градом, хозяйством Кайкенского района, оценили представители Минсельхозы Дагестана. Напомним, 31 июля в результате стихии на листьях и гроздях растений остались серьезные раны. В настоящее время идет созревание столовых сортов винограда, и именно они больше всего пострадали от града. Что касается состояния насаждений с техническими сортами, то они тоже частично пострадали и требуют подкормки удобрениями. Специалисты Минсельхоза в очередной раз напомнили виноградарям о значимости страхования урожая. Ну а ждать ли нам еще неожиданных сюрпризов от погоды, мы решили узнать у представителей гидромедцентра республики. Специалисты отмечают, что в последнее время летняя жара сменилась непривычной осенней прохладой. На территории всей республики температура понизилась, но это ненадолго. Буквально через пару дней температура придет в норму. В северной части республики она составит 35-36 градусов. В приморской зоне поднимется до 32, а в предгорных и горных районах будет держаться в пределах 26-28 градусов. Что касается моря, то купальный сезон еще продолжится. Купаться можно, хотя сейчас температура последние 3-4 дня понизилась до 20 градусов в районе Махачкали, в районе Дербента 24-25, в районе Изберега 21-22. Но это связано с тем, что у нас в длинное время дул юго-восточные ветра, Дербентский впад не загнал холодную воду, но он сейчас поднимется, он тоже поднимется. Это еще 2-3 дня, она будет опять 24-25 градусов. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»